Пусть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 и пусть это Слово растворится верой в наших сердцах. Ты проведешь разницу, Ты проведешь границу и покажешь эту разницу между служащими и неслужащими, между чтущими Господа и нечтущими. Ты никогда не уравняешь судьбу праведников и нечестивых. Ты никогда их не смешаешь вместе. Ради праведников Ты хранишь города. Ради праведников Ты высылаешь ангелов Твоих и держишь небеса открытыми. Я прошу Тебя, Господи, защити нас от обмана, защити народ свой от всяких манипуляций духовных, политических, социальных, медицинских. Господи, мы Твой народ, мы Твоя семья, мы сыновья и дочери Твои. И Ты сказал, что кто будет касаться Вас, будет касаться синицы ока моего. Я благодарю Тебя не только за Твой любовь по отношению к народу Твоему. Я благодарю Тебя за ревность по отношению к врагам народа Твоего. если кто-то еще не соприкоснулся с этой ревностью. Дело времени. Они думают, что они безнаказаны. Они думают, что они Боги. Что им все позволено. И ни за что не будут отвечать. Они будут отвечать перед судьею праведным. Который будет судить народы по правде своей. И перст руки выйдет. И будет писать на парламентских стенах и президентских дворцах. Текил, текил. Мене упорсин. Ты взвешен на весах. И найден очень легким. И в ту же самую ночь будет происходить смена политических элит. Кадровые перестановки на самом высшем уровне власти. Национальные стуканы будут рушиться и падать. Бог будет творить великие политические чудеса. Наши глаза будут видеть возрождение царственного священства. И когда по-человечески не будет никакой надежды выйдет на историческую арену великий Бог и покажет себя сильным против всех врагов своих. чтобы преизбыточная сила и слава была приписываема не нам но Ему. Вся слава и вся честь да будет только тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Господу славу. Аллилуйя! Мы тот народ у которого Господь есть Бог. Аминь. Огромное спасибо. Воздайте великую славу нашему Господу. Присаживайтесь. Наш Бог великий и наш Бог благой. В этом сумасшедшем мире Он наведет порядок. Это такое кошмарное и оскорбительное безобразие. То, что происходит вот здесь. То, что происходит у нас. Я вчера видел открытие Евровидения в Роттердаме. Когда я вот смотрю маски, которые вот на ваших лицах это оскорбительно. Там было больше 30 тысяч. Там битком забитые арены были и ни одной маски. Они были все вакцинированы. Они все были тестированы. А здесь вот такие горстки людей. Это просто оскорбление. Бог услышит наши молитвы. И Он наведет порядок. Там не было полицейских, которые фотали бы и говорили, а почему вы без масок? А? Это что за издевательство? А такие грубки людей? И когда тысячи собираются там, это называется им можно, а нам нельзя? Бог наведет порядок. Он слышит наши молитвы. Он нас не оставит. Он судьбами правит. Он Бог всемогущий, Господь во славе грядущей. Он такое Евровидение вам устроит, господа хорошие, что дьявол будет в страхе убегать. я эту песню однажды помню. Молодой человек подошел ко мне, когда еще это были, мы еще когда конференцию проводили в этом, в Юрмале, там, где Новая Волна проходила. И он говорит, пастор Алексей, я, конечно, понимаю, что вы человек неординарный, у вас всякие слова такие неожиданные в песнях появляются. Ну, я не знаю, я уже, говорит, год пою эту песню, и когда эту строчку, я просто вот подхожу к этой строчке только из-за уважения к вам. Я пою эту строчку, я стою, я даже не понимаю. Я говорю, вы о чем говорите? Ну, вот вы говорите, что несравненно больше-больше. Это не, Бог уйдет, Бог меня благословляет. Да, да, говорю, и дальше. И, говорит, несравненно дальше-дальше-дальше, говорит, дьявол будет срать и убегать. Я говорю, подождите, я говорю, подождите, я эту строчку не сочинял, это вам послышалось в ушах, хотя очень, ну, очень правдиво, и, и вообще-то, очень точно, да, вы представляете, какой богатый русский язык, а? Я говорю, там-то, вообще-то, в оригинале строчка дьявол будет в страхе, он, господи, а я целый год. Я говорю, молодой человек, ты не парься, ты пророчествовал. И во исполнении пророческого слова это обязательно и произойдет. Амэн. Вы видите, как здесь все рядом находится, а? Поэтому, друзья, верю я в опозоренных врагов Божьих. Верю я в то, что Бог так их посрамит, что нам с вами даже не снилось. Никогда внутри даже не соглашайтесь с этим. Даже если приходится маску, ты ее должен ненавидеть. Говорит, что это оскорбление. Я лев, даже если я временно в клетке, я не дрессированный пес. Я свободен. И это я рассматриваю как недоразумение. Ничем не доказанное и ничем не обоснованное. Придет время, Господь, тебе дьявол такую маску оденет, что дышать ты будешь другим местом. И все, кто сегодня вот это придумывает, вы увидите, что Бог поругаем. Не бывает, что человек посеет, то и пожнет. Амэн. Воздай славу Богу за Его победу за Его силу и за Его могущество. Амэн. Итак, уважаемые друзья, тема проповеди «Узкий путь и тесные врата, ведущие к благословениям». Поговорим сегодня о своих благословениях. Все мы мечтаем об этом. Я думаю, что мечтаю нормального мыслящего человека. мы все категорически против проклятия, нищеты, болезни, убожества, рабства. И мы все за благословение, которое обогащает и печали собой не приносит. Мечта мечтой, но мы должны знать пути достижения этой цели. Так вот, когда Христос говорит о широких путях, есть широкий путь, есть узкий путь. Так вот, к благословениям, к победам, к процветанию ведут не пути широкие, а пути очень узкие. И туда не все попадают там тесные врата. Поэтому, если у кого-то сегодня ощущение того, какой-то, я не знаю, какого-то давления или какой-то ограниченности, и дано, может быть, ты чувствуешь, что ты один или вас всего лишь двое или трое, а большинство вообще в другом настроении, не парься, потому что Бог сегодня кому-то хочет сказать узкий путь и написано немногие находят его. И если ты внутри уверен и Бог тебе об этом говорит и растворяет свои откровения в твоем сердце, и мы не в большинстве, это не признак проклятия, а это признак того, что мы на пути к благословению. Узкий путь и тесные врата, ведущие к благословению. Поговорим немного об отвеченных и не отвеченных молитвах. Вопрос актуальный. Кто-то молился, молился и уже перестал молиться. Не домолился. Кто-то продолжает молиться и думает, есть ли смысл об этом или нет. Я думаю, что есть огромный смысл. Несколько тезисов. Прежде чем мы будем читать Слово Божье, давайте прочитаем несколько тезисов. Обитованную землю израильский народ овладел штурмуя и отвоевывая каждый город. Бог обещал землю, сказал, вы будете жить в городах, и кому-то, может, показалось, что это будет как на блюдечке с голубой каемочкой. Мы придем, а нас уже будут встречать там с песнями хлеб-соль. Никакого хлеба и никакой соли. Даже если ты пришел в обитованную землю, без войны ты не займешь своего места под солнцем. А мы такие мирные, толерантные люди, мы воевать разучились, придется снова, заново обучаться. Если ты хочешь войти в свою обитованную землю, ты должен приготовиться к сражениям, чтобы войти в свой удел, чтобы войти на свою территорию, любой сферы жизни, все это достается нам войной. Первый тезис. Второй. Движущая сила наших молитв и духовных сражений ясная цель. Мы далеки от религиозной демагогии. Лишь бы на душе легче стало или давайте благословлять мир во всем мире. Никогда не забуду это предложение одного человечка, который по зуму говорит, давай участвовать в молитве за Белоруссию. Будет участвовать 10 пасторов и только не надо называть фамилию президента, только не надо называть политическую ситуацию, только не надо молиться. А как молиться? Ну давайте молиться, чтобы тьма отступила, а свет победил. Вы что, фантазеры что ли? Вы что, фантазеры что ли? Вы никогда в жизни своей не получите благословения, если вы будете камуфлироваться и шифроваться. Движущая сила наших молитв, духовных сражений и наших побед, ясная цель, что вы хотите? Я сегодня говорил с пастором одним из Белоруссии, он говорит, ну это безумие, это абсурд, это просто маразм крепчает. Я говорю, вы должны правильно молиться, как? Убери Господь этого тирана, пусть твои суды прольются над ним, доколе этот народ будет страдать, берите текст Священного Писания и говорите, восстань Господь, и рассеются твои враги, и доколе народ твой будет в порабощении, ты обещал ермо притеснителя сокрушить, берите все обетования о победе нашего Господа над всеми врагами, и хватит молиться, благословлять врагов, надо призвать суды Божьи на врагов, чтобы Бог навел порядок, во что ты веришь, то и будет происходить, внимание на экран, ясная цель, ты что хочешь, иногда ты даже сам запутался и не знаешь, что ты хочешь, а если ты сам не знаешь, что ты хочешь, Бог свои желания тебе навязывать не будет, в любом случае, когда Бог, когда Иисус подходил к человеку, Он говорит, проси, что ты хочешь, Господь, ты что, не видишь, что я слепой, я-то вижу, что ты слепой, а ты не видишь, что ты слепой, что ты хочешь, еще раз посмотрите, ясная цель, придешь домой, будь честен по отношению к себе, уходи от общих фраз, уходи от этой просто банальщины, ты лично что хочешь в Латвии, ты что хочешь в церкви, ты что хочешь в своем родстве, пока не будет ясной цели, молитвы будут просто религиозной болтовней, извините меня, пожалуйста, за откровенность, почему даже Иисус говорит, а молясь, не говорите ничего лишнего, как фарисеи, сколько можно болтать во время молитвы, не имея ясной цели, проверь, пожалуйста, какая у тебя в жизни цель и что ты хочешь, когда у тебя будет ясное понимание, что ты хочешь и что, о чем ты мечтаешь, какая у тебя программа, пока не будет ясной цели, молитва будет неэффективной и абстрактной. Дальше, целеустремленность и постоянство залог успеха. Все, что не систематизировано, сдохнет, заржавеет и уничтожится. Все, что систематизировано и поставлено на конвейер духовного развития, будет приносить результат и плод, целеустремленность и постоянство. Послушайте проповеди пастора нового поколения в Риге, о чем он говорит в последних 20-30 лет. И вы увидите, что мы не уклоняемся от этого важного курса. Мы будем матерью тысячи церквей. Мы с вами увидим восстановление скинии Давида. И мы с вами увидим возрождение царственного священства. Целеустремленность и постоянство залог успеха. Ну и где этот успех? Мы идем узким путем. И мы придем к великим Божьим благословениям. Амин. Когда Авраам Божий, ну когда ты мне дашь сына? А тот говорит, иди посмотри, посчитай звезды. Сколько можно эти звезды считать? Может быть, кто-то из нас, я думаю, многие из нас сегодня находятся именно в этой долине затяжных ответов. Ну и где Бог? Сколько можно об этом слышать? Сколько надо, столько и будем слышать. Мы не будем жонглировать целями жизни. Вчера верили в это, завтра будем верить в то, во что мы уверовали, какие Бог нам дал цели, этим целям мы изменять не будем. Еще раз, целеустремленность и постоянство залог успеха. Следующий, очень важный тезис. Возьми его как правило жизни. Объясни его самому себе как ключ к разгадке всех вот этих вот вопросов. Если твоя целеустремленность не победит твою неопределенность, твоя неопределенность победит тебя и разрушит тебя. Здесь неправильно и разрушит неопределенность, не может разрушить твою неопределенность и разрушит твою судьбу. Еще раз, если твоя целеустремленность не победит твою неопределенность, твоя неопределенность победит тебя и разрушит твою судьбу. Жить непонятно, я не знаю, будет или не будет, «Бог меня сохранит или Бог меня не сохранит?» Ты как будто ромашку рвешь, любит, не любит, выйду замуж или не выйду замуж. Это уже поздно говорить. Ты ждешь, когда принц приедет. Приехал принц и говорит, вот вам первая пенсия. Короче, ты должен знать, что Бог наш, отвечающий Бог, и Он все делает в свое время. Вопрос, что ты хочешь? И от того, что ты хочешь, твоя целеустремленность формирует стратегию жизни. Аминь? Запомните, целеустремленные люди не болеют. Им некогда болеть. Целеустремленность – это мощный иммунитет. У меня есть цель. Все мои клетки, антитела от тела и все, что там? Они говорят, что такое антитела? Кто это придумал, а? Знаешь, что такое антитела? Это когда ты выходишь из тела, воплощаешься в антитело и водворяешься у Господа. Короче, все мои антитела и тела, все мои внутренности, они подчиняются цели. И вот целеустремленные люди, они настолько мобилизованы внутри, что никакая зараза их не возьмет. Черчилль однажды, у которого целеустремленность такая была, он смеялся над всеми, здоровая пища, здоровый образ жизни, делай, что хочешь. Он говорит, стоит сигарету, курит виски постоянно рядом. Он говорит, а своим успехом я обязан спорту. Я им никогда не занимался. У меня была цель жизни. Никогда, 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 не сдавайся. Творцы истории, они живут чуть-чуть по другим законам. А кто правильно питается, правильно бегает и все. Что ты сделал для истории? Пробежку. Молодец. И в тренажерном зале чуть-чуть еще добавил экономики. Я не против здорового образа жизни. Вопрос, какая цель жизни, а? Когда мы к Богу придем, Бог не спросит, сколько ты весил, товарищ. Ты же, Господь, прости 120 килограмм. Ах, бессовестная тварь, а? Ты что, не мог весить 60 килограмм? Вы что, думаете, Бог на эту тему будет с нами разговаривать? Он будет спрашивать, что ты сделал? Я тебе поручал. Не так много поручал. Две, три задачи. Ты выполнил это или нет? Вам никогда не казалось, интересно, сколько весил царь Давид? А сколько весил Моисей? Да я не оправдываю толстяков, я умоляю вас. Я просто говорю, есть цели в жизни, которые важнее. Цели устремляются. Что делать? Вот сейчас. Что в Латвии предпринят, а? В Литве 20 тысяч собралось. Парад семьи был. Ни одного человека в маске. И ни одного скандала с полицейскими. Латвия, что мы будем делать, а? Цель и устремленность. И когда Бог дает какую-то идею, мы должны этой цели следовать. Мы обязательно должны возвышать голос за истину. И мы должны обязательно продемонстрировать окружающему миру, что мы не стадо баранов, и что мы не дрессированные животные, а мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Твоя целеустремленность. Целеустремленность базируется на откровениях. И я абсолютно убежден, что в этом году... Слушайте, какая целеустремленность? Скажешь, Алексей, что это такое? Во время поста мы с вами слышали благословение Филадельфийской церкви. Господь говорит, ты немного имеешь силы, но ты не отрекся от имени моего и сохранил слово терпения. И я сделаю так, что из сатанинского сборища придут представители и поклонятся перед тобой, и познают, что я возлюбил тебя. Ты скажешь, какая моя цель? Я жду. Когда из сатанинского сборища? По-моему, уже кое-кто сюда приходил. И они, приходя сюда, будут не просто видеть худых или толстых, они будут видеть людей, которых Бог возлюбил, и скажут, здесь что-то особенное происходит. Амин. И мы с вами знаем, что даже написано, если ты сохранил слово терпения моего в том же филадельфийском благословении, что когда година испытаний придет на всю вселенную, Господь говорит, я сохраню тебя и благословлю тебя. Нам ничего не грозит. Я знаю, что все, что Бог заповедал, это осуществится. Какая цель? Посмотрите, все наши цели прописаны. Мы готовимся ко второму пришествию Господа Иисуса Христа, который говорит, все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Пожалуйста, почаще самому себе объясняйте жизненную стратегию, свое призвание и цель. Потому что если не будет целеустремленного человека вокруг тебя, неопределенность приведет к разочарованию, и все это потом разрушит нас. Матфея 7, 7, 14. Теперь перейдем к теории. Теперь перейдем к тому учению, которое Христос оставил для каждого из нас. Матфея 7, 7, 8 сначала прочитаем. 7, 7, 8, да. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, а стучащему отворят. Вот так выглядит действие настоящей веры, в основе которой стратегия три в одном. Если хочешь получить ответ, если хочешь достичь максимального благословения, ты должен освоить, как минимум, три фактора. Ты должен уметь делать в жизни три этих важных вещи, три ключа духовной стратегии. Мы должны научиться просить. Мы должны научиться искать. И мы должны научиться стучать. Господи, русский язык опять. У нас в церкви много есть те, которые третий фактор усвоили. Я не о том говорю, чтобы стать стукачом. Когда фотоют здесь, полиции перечисляют, сдают все. Это плохие, это стукачи. Стукачи Царства Божьего не наследуют. Мы здесь говорим о чем-то другом. Итак, друзья, что такое узкий путь? И что такое стратегия успешной молитвы? Три ключа духовной стратегии. Мы должны научиться просить. Не просто. Эй, иди сюда. Что, не видишь, что ли, что я нуждаюсь? Ну догадайся, в чем я нуждаюсь. Так не уметь. Надо просить так, чтобы душу всколыхнуть. Давайте согласимся, не все умеют просить. Вот многие ко мне приходят и начинают что-то перечислять. Ты знаешь, у меня собака сдохла, у меня забор провалился, крыша поехала. И как ты думаешь, сколько это стоит? И я слушаю, ну, если у тебя крыша поехала, пожалуйста, восстанови ее и научись просить. Вы со мной? Нет? Можно вас спросить? кого-нибудь из вас раздражала чья-то просьба, когда кто-то вас о чем-то просил? Вы можете вспомнить, что в другом случае, когда кто-то вас просил, и у тебя уже была позиция, но вдруг он что-то такое сказал, что у тебя вот это вот так вот раскрылось, так просит, что никак отказать не могу. Уважаемые друзья, мы должны с вами понимать, что вера – это способность качественной просьбы. Так просить, что просьба, перед которой капитулировал бы и человек, и Господь. Самое интересное, смотрите, второе – искать. Хорошо. Если вот этот мне ничего не понял, мою искреннюю профессиональную просьбу, я пойду искать. Может быть, этот подойдет. Не зацикливайтесь на одном источнике. Научись не только просить, научись искать. И даже, давайте согласимся, прежде чем кому-то обратиться, я умоляю, помолись Богу, пожалуйста, и скажи, Господь, это тот адрес или это не тот адрес? А? Давайте согласимся, есть такой жизненный опыт, ты чувствуешь там, что не тот человек. Ну, попробуй. Ну, иди пробуй. Научись идти к правильным людям. Потому что Дух Святой тебе подскажет. Потому что иногда ты думаешь, вот этот, благоприятная персона, она уж не откажет. А иногда благословение приходит совсем с другой стороны. А? Ты ждал вот здесь процветание, он миллиардер, фиг знает еще какой, он там. а просто какой-то, я вспоминаю, просил я у некоторых товарищей, у которых, не буду говорить, сами догадаетесь, о, нет, нет, у нас ничего нет. И однажды на программе «Мир дому твоему», вот у нас, два года назад было, подходит женщина, такая странная-странная, с такой странной-странной прическа. Пастор Алексей, а вы на неделе когда работаете? Я говорю, да я каждый день работаю. Я, я хотела с вами встретиться и пообщаться. Что хотели? Я хотела действительно принести к вам. Я смотрю на нее, я говорю, вот Игорь, вот, я говорю, у нас бухгалтер, вот, идите к Нему и это самое. Я говорю, не, а когда вы бываете? Я хочу, чтобы я вам ее дала. Но я смотрю, вот, знаете, иногда Господь ломает нашу гордыню, Господь ломает нашу интеллигентность и все остальное, понимание людей. Я говорю, ну, когда машина стоит, вот тогда, я говорю, я и здесь. Машины нету, и меня здесь нету. И что вы думаете? Прошло две недели, пятница. С вахты мне звонят, говорит, пастор Алексей, он, Валентин говорит, пастор Алексей, к вам гости. Я говорю, кто? Ну, женщина. Я выглянул, она. Я хотел в окно выпрыгнуть, думаешь, ну, 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 это зачем? Ну, ну, я же тебе сказал, иди вон туда, и все, ну, ты даже не, ну, господь пророка кормил через ворону, а прикинь, ворона, э-э-э, уйди отсюда, она говорит, меня Бог послал, кусочек сыра принести тебе. Мы такие понтовщики порой бываем. Так вот, как Бог меня научил, деваться некуда было, я здесь один был, я говорю, ну, пусть заходит, она заходит вот такая, в какую-то сумку какая-то. Посмотрите, я же вам говорил, что у меня десятина есть. Я говорю, хорошо, давайте поговорим, какая десятина. Это, вы знаете, я еще в латах отложила десятину, а потом забыла и сейчас вспомнила. Хорошо, что до этого я узнал, что если у кого-то есть латы, ты их спокойно можешь обменять на евро и сдать, но пользоваться им нельзя. И она достает из этой сумки, такая лохматая просто, достает пять тысяч шестьсот латов. Она говорит, это десятина, которую я отложила и, говорит, все собиралось, представляете, как долго время идет. у меня настроение поменялось, ну что ж, вы раньше обо мне об этом не сказали. Она говорит, да я же вам говорила, чтобы, когда вы во вторник или когда там в пятницу. Я говорю, ну машина же стоит, она пять тысяч шестьсот этих латов вытащила и четыре с половиной тысяч евро. Я просто сел и обалдел. Если все вместе, то десятка. Подходишь к влиятельным политическим представителям бизнеса государственного и, как вам говорить, ну и в ответ, но не буду ничего показывать, и смотришь, ну откуда ждешь? Вот ничего нету. А вот на этом что там может быть доброго из Назарета? Десяточка. Вы даже не представляете, я перешагнул всякий барьер, его так обнял. Я говорю, какая ты молодец, а больше ничего не скопилось? Там больше ничего нет? Он говорит, нет, пока все. А в это время у нас такая напряга была по этим самым. Научитесь, друзья, искать, стучать и просить, невзирая на лица. Помните, написано, имейте веру, невзирая на лица. Если придет какой-то авторитет там в Коко Шанели со всеми там атрибутами как Киркоров, вы его сразу будете садить вперед. О, да, конечно, бренда, фирма, блам-блам-блам. А если зайдет вот такая женщина, я действительно иди отсюда вон туда и говорит, не делайте такого, потому что очень часто Господь к нам будет обращаться не только с позиции аристократического интеллигентного сообщества, а иногда к нам постучат вот такие люди. И горе нам, если мы будем в своей вере показывать лицеприятие. Итак, научите стучать, стучать в двери, от которых будет зависеть благословение. Помните, в другом месте написано, Иисус говорит, что притчу рассказал о этом судье неправедном и вдовах, которая имела очень большие проблемы и она его просит помочь. Он попозже зайдете, идет на паркинг, она возле машины, вы поможете мне или нет? Я сказал вам, я помогу. Подъезжает к дому, она уже здесь стоит, привет, так поможете или нет? Она ему так, как написано, как там в Евангелии написано, она его доконала, да, или как? А, докучала, да, правильно. Но это французский, доконала. Она его так докучала, укачала, что она ему снится начала. Он закрывает глаза, она, ну что, привет, поможешь или нет? И знаете, что он сказал, этот судья? Хоть я и Бога не боюсь, и хоть я людей не стыжусь, достала. Взял и помог. Хотим мы или не хотим? Ну, можно, конечно, жить с нерешенными проблемами и с высоко поднятой головой. А можно просить, искать, стучать и решать свои проблемы. Следующий тезис. Не только просить, не только искать, не только стучать, секрет успеха три в одном. Возьмите сейчас это все вместе. Главное молиться, молиться. Если бы только-только молился и ничего не делал бы, твоя молитва ничего бы не поменяла. Я молюсь, чтобы дом построить. Молюсь, молюсь, а дом что-то не строится. Молюсь, молюсь, а что-то дом не строится. Дом строится не молитвами, мозгами, деньгами, связями, покупкой материалов. нельзя, друзья, из этой вот стратегии три в одном что-то одно или на бред. Я только стучу, но не молюсь, не ищу и не прошу. И этот принцип вы понимаете. Никогда не бросай на пол дороги, не уходи с дистанции, сам Господь на каждом, на каждый случай гарантирует ответ. Следующий тезис. неотступность характер настоящей веры. Если у меня есть какая-то цель, да я прожужу всем уши, да я прозвоню всем знакомым, да я простучу все двери в расчете, чтобы мы могли это осуществить, когда у нас были парады семьи, и когда нам говорили, что вот столько и столько, если это наша цель, извините, пожалуйста, мы достигали, и мы оплачивали, и мы покрывали расходы очень многих проектов, не потому, что мы такие олигархи, на сегодняшний день мы произведем впечатление, как будто я вообще олигарх какой-то теневой, вы даже не представляете, сколько людей ко мне, только никому не говорю, сколько людей ко мне за деньгами приходит, сколько ко мне, и я улыбаюсь, говорю, подумаем, но это лучше, чем когда тебя за нищеброда считают. Так вот, неотступность это характер настоящей веры. Почему? Следующий. Ибо Господь гарантирует, всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Я хочу каждого из вас спросить, дамы и господа, вы верите этому слову или нет? Я повторю вопрос, вы верите этому слову? Просящий получает, а я до сих пор не получил. Значит, чуть-чуть просьбу поменяй, и это слово исполни. Я верю этому слову. Ищущий находит, да искал я, да ничего не нашел, да здесь люди таки. Продолжай искать дальше. Искатель, попроси у Бога мудрости, я верю в этот принцип. Сам Бог говорит, если ты будешь правильно просить, ты получишь ответ. Если ты будешь правильно искать, ты обязательно найдешь. Если ты правильно будешь стучать в правильные двери, тебе обязательно отводят. И дальше Господь желает провести параллель между нами и собою. Девятый стих читаем. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Я здесь, друзья, замечаю вновь принцип зеркального отражения. То есть Бог смотрит на образ нашего поведения и так, как мы себя ведем по отношению к другим людям, когда тебя просят и ты отвечаешь. Господь смотрит, говорит, если тебя кто-то просит и ты отвечаешь, поверь, ты отвечающий своему ближнему, когда он просит тебя о помощи, ты можешь рассчитывать, что если ты меня попросишь о чем-то, я гарантирую, что я тебе обязательно отвечу. Он говорит, ну посмотрите между собою, посмотрите на свое поведение. Когда сын твой попросит у тебя хлеба, к тебе с просьбой обращаются, твое сердце как реагирует, тем более это сын твой просит, неужели ты ему кирпич какой-то в руки дашь? Или когда попросит рыбы, подал бы ему змею? И дальше. Это жесткий разговор. Итак, если вы, будучи злы, Господи, зачем ты так говоришь про нас? Мы добрые. Господи, я знаю, пока в церкви сидите и аминь говорите, я все это знаю, да, я аж вижу не только же в церкви, я вижу вас дома, я вижу вас там в гараже, я вижу вас на работе, если вы, будучи злы, умеете, слышите, он даже говорит, что мы умеем даяние благие давать детям вашим, но он как бы раскладывает нам этот принцип, но если вы, земные родители, по отношению к своим детям, будучи несовершенными, умеете делать добро и отвечать, поверьте, что я, Отец Небесный, своим сыновьям и дочерям, но обещаю, обязательно Отец Небесный даст благо просящим у него, то есть, к чему я это говорю, уважаемые друзья, не разочаровывайтесь в своей вере, если Бог еще что-то не дал или не ответил всему свое время, амэн, дальше, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, я думаю, вы сейчас понимаете, что закон зеркального отражения относится не только к прощению, вот если вы прощаете, я буду прощать, этот принцип зеркального отражения, он относится ко всем сферам жизни, не просто прощение, нуждающийся просит у тебя, помоги мне, и Господь на тебя смотрит, если ты, будучи милосердным, оказываешь добро, помогаешь кому-то и отвечаешь на нужды, ты можешь абсолютно рассчитывать, что когда ты обратишься ко мне, говорит Господь, я обязательно помогу и тебе, итак, 13 стих, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь и немногие находят их. Вот к чему сводится рассуждение нашего Господа Иисуса Христа по отношению наших взаимоотношений по поводу нуждающихся и тех, кто мог бы им помочь. На самом деле к благословениям, к успеху, к процветанию нас приведет нас приведет не путь широкий, там, где напрягаться вообще не надо, нас приведет узкий путь, где ответственность на самом деле максимальная. Тезис «Реальная вера» способна высвобождать силу в духовном мире, а сила нужна для того, чтобы мы могли взять то, что принадлежит нам по праву. На самом деле вера она высвобождает силу для того, чтобы приобретать то, что нам по праву принадлежит. Судьба победителей и людей успешных это узкий путь и тесные врата. Повторяю, если сегодня кто-то в этих стесненных обстоятельствах, если сегодня кому-то позарез не хватает денег, но они нужны, тебе нужна команда, а людей нету или какие-то условия, поверьте, друзья, если ты не изменяешь свои цели, если целеустремленность или вот эта вот убежденность, она не разрушается от несовершенства окружающей ситуации Бог обязательно придет к тебе навстречу. Судьба победителей и людей успешных это узкий путь и тесные врата. И как бы парадоксально это ни звучало, а судьба проигравших это широкий путь и пространные врата. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит практически. Луки 11 5 13 И сказал им, представляете, как Иисус учил народ, Он использовал все категории практической жизни, Он не говорил какими-то туманными, заоблачными категориями, Он говорил то, что было всем понятно. Так вот, и сказал им, положим, что кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Такая странная, странная история. История про трех друзей, непутевых, путевых и совсем непутевых. В полночь какие-то друзья наведались за хлебом. Хлебный магазин закрылся. Это восточные обычаи, для нас это вообще непонятно. Скажите, вам когда-нибудь кто-нибудь в 12 часов стучался? Стучите. Просил хлеба? Причем не просто хлеба, три хлеба. Черный, белый. А вы говорите, он язов стоит, вот идите во время, днем после служения у него займите хлеба, а мне не надо. Ну, короче, считаем дальше. Еще раз внимательно, внимательно постарайтесь визуализировать эту историю. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь я имею друга, жрать нечего. и я знаю адрес моего друга и причем почему-то в полночь. Там, где все бесы просыпаются, лунатики, но в полночь активизация духовного мира. И представляю тебе, в полночь, ни раньше, ни позже, имея друга, придет к нему в полночь, и я стучусь к нему и говорю, друг, ты друг или кто? Ситуация очень нестандартная. Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо еще один друг странный, смотрите, ибо друг мой, короче, у этого главного героя было два друга, один какой-то скиталец, цыган какой-то был, который в полночь к нему пришел голый, босый, голодный, а другой друг богатый, у которого есть хлеб. И представляете, и вот этот друг оказался между двумя друзьями, вот этим непутевым и вот этим путевым, и он к нему, к богатому другу пришел и говорит, слушай, друг мой с дороги зашел ко мне и мне нечего предложить ему две претензии, а почему? Ты тоже что ли нищеброд? А тот изнутри, он даже дверь не открыл, а тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, это очень мягкое выражение, это вообще очень мягкое выражение, потому что когда ты уже заснул, и вдруг тебя в полночь, такие люди они рано встают, поэтому они в полночь уже хорошо спят, на секунду и вдруг ты стоишь дук-дук-дук-дук, алло, кто? Это я твой друг, Серега, у тебя хлеб есть? Я представляю, что в сознании рождается от проснувшегося друга? Мне кажется, что там у проснувшегося друга просыпается все родословное проклятие, и он ему, знаете, что говорит? И он, тот изнутри скажет ему, я думаю, здесь, если бы это было видео, это было пи-пи-пи-пи, не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мной на постели, а жена где? Ну, не знаю, где-то она там, на кухне, наверное, еще была, я не могу встать и дать тебе, а если бы встал, я бы дал тебе. Это богатый русский язык. Ну, если такая ситуация, это ужасно, а? То есть, Иисус специально, мне кажется, немного иронизирует здесь, вот как поведение людей в самой нестандартной обстановке. Этот голодный, голодный пришел полусытому, а этот полусытый идет к сытому и он стучит ему и первый ответ какой? Смотрите, он просит, нет, он ищет, ищет, то есть, в этой ситуации мы видим эту стратегию, стратегия три в одном. Первое, что он делает? Он ищет, а, вот этот. Второе, он стучит, стучите и отворят вам, и что делает? Он просит. Смотрите, ищите, дальше, стучите, третье, просите, и вот он исполнил все эти три вещи. Что в ответ? В ответ, как по-английски говорят, нафиг, то есть, нафинг, по-русски это означает все, ты слишком поздно пришел, поэтому ничего не будет, он бы сказал, еще друг называется, показывал бы ему счет. Но, смотрите, что такое вера? Вера никогда не сдается. Даже в этой, казалось бы, банальной бытовой ситуации. Смотрите, что там написано, читаем дальше. Восьмой. если, говорю вам, он знает психологию и того, и этого, и третьего. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, якобы, даст ему, сколько просит. Смотрите, здесь юмор. И я вывожу на повестку дня, что не уходи от той двери, которая не открылась сразу. если он не даст тебе, он даст хлеба. Как знать, всего испытывайте и хорошего держитесь. И смотри дальше. И этот человек, который уже, ну что, опять стучать начнет, а тот опять стучит, стучит, что делает? Просит, просит и так далее. И тезис, пожалуйста, настоящая вера не имеет амбиций и ложного смиренно-мудрия. Ой, ну зачем трогать? Ой, зачем? А ты трогай, а ты стучи и добивайся своей цели, если у тебя есть цель. Настоящая вера не имеет амбиций и ложного смирения. Вера любой ценой желает взять все, что нам принадлежит. Дальше. Как получить ответы от Бога? По дружбе или неотступности это наш выбор. Уважаемые друзья, мы должны с вами понимать, что мы с Богом должны быть связаны не только догматически или религиозно, официально. Самое главное дружить с Богом. по дружбе ты получаешь быстрее. Давайте согласимся, когда ты чем-то занят и звонок. На некоторые звонки ты просто выключаешь их, а иногда слушаешь так поверьте друзья, что даже сам Бог у Него есть телефоны друзей и других пользователей сети Царства Божьего. Авраам был друг Богу. И когда Авраам о чем-то говорил, у Бога были другие ответы по дружбе. Друзья долго друг друга не уговаривают. Он только намек слушает. Выручи, пожалуйста. Все, давай, подъезжай. Проверь, пожалуйста, свои отношения с Богом. Или у тебя дружеские отношения, или официальные. Даже если ты, ладно, ну не получилось как-то вот на привилегированнейшие отношения построить или выйти. Даже если по неотступности, он говорит, даже если по неотступности, он встанет и обязательно решит этот вопрос. В любом случае, друзья, стратегия этого товарища, который стучал в дверь, это была стратегия трех, стратегия три в одном. Он искал, он стучал, и он просил. И Господь гарантирует, что я отвечаю, что по необходимости или по неотступности он встанет, и он обязательно ответит. Девятый стих. Здесь снова повторяется то, что мы прочитали в самом начале. Он говорит, и я скажу вам, просите, и да, она будет вам. То есть он не осуждает методы вот этого товарища, который в полночь встал, и чтобы помочь своему более непутевому другу, я не знаю, или попавшему в беду, не знаю, что с ним случилось, это уже милосердие, что он бы точно так же, как он мог бы ему сказать, ты что приперся вообще, на часы посмотрел, у тебя в голове все в порядке, что ли? То, что он стучал в двери этому товарищу, говорил о том, что у него милосердное сердце, это он не для себя просил. Это не его амбиции, это не его прихоть, он говорит, ну я хочу помочь ему, но ничего нету, вот просто так, выручи меня, пожалуйста. Самое интересное, именно его, вот этого товарища среднего, Господь ставит в пример, как героя, и говорит, вот как он, я говорю вам, поступайте так, как вот этот человек, просите, даже если с первого раза не получилось, просите со второго, просите, и да, она будет вам. Ищите правильный адрес, и обязательно найдете, стучите, и обязательно откроют вопрос неотступности. Ну я два раза уже просил. Молодец, третий раз проси. Мы должны идти до конца. Вот какой главный вопрос. И идем дальше. Тринадцатый. Повторяется та же самая мысль. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, и он снова говорит, ну поверьте, отец не злой, отец добрый, ну пожалуйста, покажите, что это на самом деле вам по зарез необходимо. Когда вы докажете, что это цель, что это важно, что это актуально и необходимо, Господь обязательно поможет нам. И снова первая тезиса, которая у нас была. Движущая сила наших молитв и духовных сражений, это ясная цель. Вот у этого товарища, который в полночь, нарушая все, может быть, нормы приличия, но из-за того, что это друг, я бы официальному товарищу никогда бы не постучался, он полицию бы вызвал. Но это друг мой. Я могу своему другу позвонить. Алексей, ты кому звонишь? Уже в пол одиннадцатого. Если это мой друг, я хоть в пол двенадцатого позвоню. Если это мой друг, я его разбужу даже в пол первого. Он поймет, и мы договоримся. Но если это официальное лицо, конечно, это совсем все другое. Так вот, анализируя поведение вот этого товарища, мы говорим, что движущая сила наших молитв и духовных сражений – ясная цель. У этого человека была ясная цель накормить, благословить. А может, он был израненный, а может быть, он был собочен, может быть, у него какая-то, не знаю, приступ какой-то случился. У него сердце было милосердное, и это ясная цель была. Поэтому он говорит, ну, пожалуйста, ну... Дальше. Целеустремленность и постоянство – залог успеха. Стучите, продолжайте стучать, не бросайте, не проклинайте, и говорите, ай, все злые, все равнодушные. Научитесь достигать цели и через просьбу, и через то, что вы стучите в эти двери, и через правильные, грамотные просьбы. И следующее. Если твоя целеустремленность не победит твою неопределенность, твоя неопределенность победит тебя и разрушит твою судьбу. Представьте себе, если бы он один раз стукнул, тук-тук, а в ответ ничего, он бы пришел к этому другу, ну, старина, извини, ничем помочь не могу. И представляете, история бы имела совершенно другой исход. А ведь каждый из нас рассчитывает, что кто-то может нам помочь. А ведь каждый рассчитывает, что когда ты болен, тебя кто-то может поднять. Когда ты голоден, кто-то может накормить. И в этом плане, и в этом плане Господь нас сегодня учит, что узкий путь – это, друзья, ты ломаешь свою гордыню. Интеллигентные люди так не поступают. И так далее. Иногда нам необходимо вот так поступать, ломая свою гордыню, и я этим узким путем, может, нарушая какой-то этикет, привычный для всего остального, но для того, чтобы у кого есть избыток, этот избыток доверить тем или подарить тем, у кого есть недостаток. И, в конце концов, победителей не судят. Какой ценой ты это сделал? Ну, вот такой ценой. Пришел, говорил, умолял и так далее. А вот еще одна история насчет долгих, неотвеченных молитв. здесь уже, если первая история была мужская, вторая история женская. Маэстро, пожалуйста, насчет женских историй нужна уже музыка. первое царств, 1-1-28. Читаем. Был один человек из Рамафаим, Цофима. Ну и там, ух, так много всего. имя ему Елкана. У него были две жены. Имя одной Анна, а другой Финана. Вот иди, не перепутай их. У Финаны были дети, а у Анны не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в селом. Там были Или, два сына его, Офни и Финиос, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее, и дочерям ее части. Анне же он давал часть особую, ибо любил Анну более, нежели Финану, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Представьте себе женская история, какая она запутанная. Во-первых, само понятие две жены в современном мире, одна жена, вторая любовница, и они между собой вообще не пересекаются. Потому что, если бы они встретились, кто-то одна бы убила, другой бы, или покалечила. А здесь официально, вот здесь, знаете, многоженство, это вообще странная вещь. У мусульман по четыре даже. Одна моет посуду, вторая подметает, третья гладит ему штаны, четвертая еще, может быть, что-то делает. Так вот, у этого было две жены. Нам это издалека, вот все может быть только понятно. У одной, Финана, у нее были дети, а у этой Анны детей не было. И вы знаете, полноценность жены заключается в ее материнстве. Мы все это хорошо понимаем. Полноценность жена и мать, и вот дети. И Финана, выгуливая своих детей, гуляя с ними, она смотрела на она смотрела на Анну, и она была соперницей. Вы знаете, это страшная штука, когда между представителями одной семьи, одной церкви, одной команды возникает соперничество. это страшное испытание. Это страшное испытание. Что такое соперничество? Это гордыня, которая возвышает одного и унижает другого. Мало, мало того, что она гордилась, меня Бог больше благословил, у меня есть дети, а ты бесплодная. Это называется проклятие бесплодия. Какое-то проклятие, найди корни этого бесплодия. В современной религиозной харизматической церкви столько этих вот, вот этих безобразий творится. И представляете себе, здесь никакого проклятия не было. Здесь такое объяснение, Бог заключил ее чрево. Не дьявол, не какие-то грехи матери или отца, не какие-то грехи бабушки или прабабушки. Прочитайте, Господь заключил ее чрево. Как Бог так может? Вот тебя не спросили. И представляете, женское соперничество, женское соперничество это страшное. У мужиков какого-то есть, они хоть там возьмут, разберут, не по дружбе так по, почему еще там разбираются они, но женское соперничество, я представляю, изощренные вот такие фразы, вот такое унижение. И представляете себе, прочитайте, корневище страшнейшего соперничества приводит к ропоту. Смотрите, соперница ее сильно огорчала. Чем огорчала? Ну что, где Бога? Ты любишь Бога, молишься, ну и как? Я тоже вот, вот я молилась, я верила правильно, а у тебя, и вот когда начинается вот это вот огорчение, когда рубятся твои корни, когда тебе, тебя отравляют, когда то, что для тебя свято, становится банальной, рутиной, да какая вера? А она верила, Господь, я иду узким путем, я буду стучать, я буду искать, я буду просить, и я дождусь, не сегодня, так завтра. Открывается дверь, заходит Финана, опять слезишься, да? Опять творишь молитвы, да? Да бестолковые они молитвы. Вот что такое огорчение, когда твою веру то, что для тебя свято, то, что тебя связывает с Богом, да это не достоинство, это, знаете, попытка переориентировать человека, который идет узким путем смирения, просьбы, сокрушения, иди сюда. Я советую, хватит дурака валять, иди теперь вот этим путем, широким. И на этом широком пути никто вообще не смиряется, не напрягается. На этом широком пути рождается ропот. Да, Господь, служили мы тебе. Да, Господь, десятину давали. Сколько отступников сегодня? Сколько сегодня людей ушло из церкви? Именно из-за этой причины соперничества что-то в жизни не получилось. Что-то не получилось в семье, с детьми, что-то не получилось с бизнесом, что-то. И нашлись соперники, которые отравили и сказали, вот твоя вера. Говно это все, а не вера. Это все ерунда. Как у Иова была проблема, жена пришла. Чего ты еще там смиряешься? Какой там узкий путь? Хватит дурака валять. Похули Бога! И умри. Вот что такое соперничество, вот что такое безумие, вот что такое настоящее огорчение. Когда кто-то грязными сапогами топчется под твоим святыням, побуждая и провоцируя с твоей стороны не столько смирение перед Богом, а сколько ожесточения и ропот. Это очень тонкие границы. Я прошу вас сегодня, мужчины, женщины, братья, сестры, поставьте огроменные заборы, поставьте огроменную защиту от всех соперников, от всех соперниц и не позволяйте никому разрушить эту стратегию три в одном. Искать, просить и стучать в небеса. Никому не позвольте переориентировать вашу веру, веру поиска на религиозный ропот и ожесточение. Мне тоже могут сегодня говорить, ну где церковь, что не растет, где твои кифу посмотрели, где они все. Да ты такой человек, что ты разгонишь всех подряд. Если бы я вам стал перечислять аргументы всех моих соперников, не будь вот этого иммунитета, не будь вот этой защиты, не будь этой благодати, можно было бы давным-давно захлопнуть дверь и сказать, вы не церковь, а я не пастор. Но Бог милосердный, Он защищает нас, и Он смиренным дает благодать. Научись разбираться своими соперниками, научись разбираться со своими соперницами, не позволяй никому растоптать твою сокровенную сердечную веру. Это твой интим, куда ты не имеешь права никого допускать. И когда кто-то приходит и начинает огорчать тебя, перестань общаться с этими людьми. Библия говорит, оставьте их и пребывай в том, что тебе Господь дал. Тезис. Благодаря проблемам, которые приходят в нашу жизнь, мы учимся ходить верою, осваивая стратегию три в одном. Следующий. Соперники всегда будут разрушать веру, провоцируя ропот и ожесточая нас против Бога. Сохрани Бога. Моя молитва защити Господь каждого человека, у которого какие-то проблемы нерешенные. И именно на этом строится этот дух Антихриста. Савлу могли бы приписать ну что, где Господь, учишь исцелять, а у самого жало во плоти. Он сказал, не твое дело. Мы с Богом как договорились, так и будем сотрудничать. Мне много говорят про мою семью, про мою церковь, мне абсолютно все равно. У нас с Богом свои разговоры, и на эту территорию я никого не собираюсь пропускать и со своими соперниками обсуждать то, что касается самых глубоких святых вещей. Нет, есть внешнее, а есть внутреннее. В любой стране есть государственная тайна, в любом бизнесе есть коммерческая тайна, в любой церкви есть таинства, куда никого постороннего не пропускают. И в любой семье есть таинство брака. Там, где нет тайны, там нет семьи, там нет тайны, там нет государства, там, где нет таинства, там нет церкви, все остальное. Защитите свою тайную комнату, тайное пространство, свое личное пространство перед Богом и не позвольте там никому устроить свой духовный теракт. Никому не позвольте себя разочаровать в Боге. Кто-то строит веру, упование, защита, смирение, а кто-то приходит, открывает дверь и говорит, все это ерунда. Чьим словам поверишь ты? Своим соперникам или тем, кто созидает веру? Это слово важное, друзья. Скажешь, ну это сколько может продолжаться? А я отвечу, узкий путь и тесные врата приведут тебя к великим благословениям. Проститутки рождают, бросают в бэби-бокс все, а Сара ждет десятками лет. Вот это и есть узкий путь. Зато кого родит Сара, от этого будет благословение иметь целая страна и весь мир. Кого рождала Анна так долго, так долго, Анна над бесплодием которой ржали, изгломились и надсмехали соперники, она родила великого пророка, который был над всем Израилем. Запомните, друзья, узкий путь и тесные врата не приведут нас на кладбище, не переведут нас в долину разочарования, узкий путь и тесные врата приведут нас к величайшим благословениям. Еще раз поставь забор железобетонный и не общайся со своими соперниками. Жизнь покажет и жизнь все поставит на места. Кто-то хвалится прошлым, а тебя ожидает завтрашнее благословение. И все встанет на свои места. Соперники всегда будут разрушать веру, провоцируя ропот и ожесточение против Бога. Их главная цель переориентировать нас и перевести с узкого пути веры на путь широкий, путь ожесточения и разочарования. И какая же история идет дальше? Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала, истетовала, и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, ну что ты плачешь? И почему ты не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала она после того, когда они ели и пили в селоме, и встала она перед Господом. Или же священник сидел тогда на седалище, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, всемогущий Божий Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина Исикера не будет он пить, бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась перед Господом, или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса, или счел ее пьяною. Вы даже не представляете, мало того, что эти соперницы огорчают, а здесь еще священник какой-то. И сказал Ильей, это было оскорбительно, когда человек в скорби души своей, а он подходит и говорит, доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня. Сколько этих самоправедных экспертов, которые тебя могут не понимать, но посмотрите, не будь она так близко с Господом, она могла бы уже ожесточиться, плюнуть на все и сказать, хватит вот этой Изавели и этот еще священник. Кому это надо? Вот как выглядит порою узкий путь. И отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духа, вина и секера я не пила, но я изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей говорила я доселе. И отвечал Илья и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. Она не ответила грубостью, она не ответила в ожесточении, она знала свою цель, она знала, чего она хочет, целеустремленность, побеждала всю неопределенность, которая складывалась вокруг нее. Она знала, чего она хотела. Она стучала, хотя двери не открывались, она просила, хотя ответа еще не было. Она искала и в своей семье, она искала и в своем в этом храме то, что волновало ее сердце. И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Скорее всего, внутри произошли какие-то глубокие перемены. И встали они поутру и поклонились перед Господом, и возвратились и пришли в дом свой в раму. И познал Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. И через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила от Господа Бога Саваофа, я не спросила его. И пошел муж ее, и Алкана, и все семейство совершить годичную жертву Господу и обеты свои. И Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится перед Господом и останется там навсегда. Когда родился Самуил, все соперницы и все соперники умолкли. Бог посрамит тех, кто издевался, тот, кто огорчал, когда ты шел этим узким путем. награда придет такая великая, что все враги будут посты жены, а твои жертвы, твои одиночные молитвы, твой узкий путь приведет к великим благословениям, о котором заговорит весь Израиль. двадцать пятый и привели его перед лицо Господа и принес отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу и привели отрока и сказала Анна, о господин мой, доживет душа твоя, господин мой. Ты помнишь, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, вот об этом дитя тебе молилась и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него, и я теперь отдаю Его Господу во все дни жизни Его и поклонилась там Господу. Матфея 7 714 возвращаемся к тому с чего мы начали просить и дано будет вам. Ищите и найдете стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворят. Давайте закроем глаза и помолимся. Драгоценный Дух Святой прошу Тебя благослови сегодня каждого мужчину, благослови сегодня каждую женщину. Я прошу во имя Иисуса Христа. Ты видишь, Господь, какими путями идет народ тут сегодня. Я прошу Тебя в условиях соперничества в условиях непонимания и конфронтации научи нас смиряться перед Тобою. Иметь ясную цель. Пусть наша цель и устремленность победит всякую неопределенность, соперничество, конфронтацию и вражду. Пусть каждый из нас достигнет своей цели, о чем мы просим, Ты обязательно ответишь. О чем мы мечтаем, Ты обязательно приведешь это в исполнение. Бесплодие закончится и нищета закончится и одиночество закончится. Все будет так, как Ты сказал и мы получим все, что Ты нам обещал. Возьмите сейчас свою жертву, возьмите сейчас свое приношение и давайте принесем его перед лицо Господне и молитва у жертвенника будет самая сильная. Ты нас не оставишь, Господь. Ты милосердный Бог. Мы смиряемся перед Тобой. Просящий получает, ищущий находит и стучащему откроет дверь. Ты Бог отвечающий. Ты обещал и Ты обязательно все это исполнишь. Поднимите свою жертву и давайте вместе скажем, Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты здесь. Благодарю Тебя за это слово. Я прошу Тебя, пусть никакие проблемы и враги, соперники не переведут меня с этого узкого пути на путь широкий. Я благодарю Тебя за эту непоколебимую веру, которую Ты дал мне. Ты отвечающий Бог. И нету таких проблем, которые могли остановить ответы на мою молитву. Благодарю Тебя, Господь, что Ты не посрамишь надеющихся на Тебя. Пусть имя Твое прославится. Пусть имя Твое возвеличится в моей судьбе и в моей жизни. Прими, Господь, эту жертву, как вечерний фимеам, и доявится слава Твоя на сыновьях и дочерях Твоих. Амин. твое твое Продолжение следует...